Стоит или не стоит лечить дисбактериоз кишечника? Как быстро вылечить дисбактериоз кишечника? Часть первая. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать вам, как быстро вылечить дисбактериоз кишечника? Или иными словами, как быстро избавиться от вздутия живота либо метеоризма? Мнения в этом вопросе частично разделены кардинально. Одни доктора утверждают, что дисбактериоз кишечника есть. Это серьезная проблема, угрожающая здоровью жизни человека. И этим нужно заниматься. Другие доктора утверждают, что дисбактериоз кишечника нет. И это несуществующая проблема, которой заниматься не нужно. Но! И те, и другие едины в одном. Что в кишечнике человека периодически по разным причинам усиливается газообразование. Иными словами, появляется вздутие живота либо метеоризм. И вот эта проблема серьезно угрожает как здоровью человека, так и его жизни. Поэтому, как вы хотите назвать эту ситуацию, мне сложно сказать. Но! Если у вас есть вздутие живота, периодически возникающее, либо постоянное, это серьезная проблема, которая угрожает и здоровью, и жизни реально. Потому как, когда появляется вздутие живота, жестко поджимается диафрагма, увеличивается давление в брюшной полости, и диафрагма для того, чтобы сократиться. И впустить воздух в грудную полость, чтобы вы могли дышать. Напомню, кислородное голодание не более пяти минут. И клетки мозга погибли. Диафрагме нужно совершать более интенсивное движение, чтобы сжать раздутую брюшную полость. И впустить воздух в грудную. А также подкачать диафрагмой все-таки венозное сердце. Подкачать венозную кровь, отработанную из брюшной полости в грудную. Чтобы ваше сердце могло работать. Если у вас эта ситуация есть, я имею вздутие, легко определить. Тест можете провести буквально сейчас, в течение нескольких минут. Даже секунд. Вы берете, постучите по колену, например. Звук слышите. И постучите по какому-то полному предмету, или по своему животу. И если звук отличается, если звук от живота идет более звонкий, то это значит, что вздутие живота у вас есть. Иными словами, метеоризм у вас присутствует. И это жесткая проблема. И если у вас на фоне метеоризма периодически возникают так называемые сердечные вздохи. То есть вы дышите в каком-то своем ритме. Потом делаете такой... И опять дышите в том ритме, в котором вы дышали до этого. То это называется сердечный вздох. Иными словами, у вас судорожное сокращение диафрагмы, которая пытается успеть подкачать вашему сердцу ту кровь, которая осталась в нижней половине тела. Если это у вас периодически происходит, то перед этим вдохом ваше сердце рискует. У вас был риск острой сердечной недостаточности. От которого вы избавились вот таким путем. Но! Вопрос, если метеоризм сохраняется, когда в следующий раз этот риск возникнет. И сколько раз в день у вас такие вздохи возникают. Это серьезная проблема. Если же ваше сердце достаточно хорошей мощности, это прекрасно. Оно справляется с этой нагрузкой. Но тут вопрос к вашим сосудам. Обеспечивая циркуляцию более густой крови, ваше сердце вынуждено работать под более высоким давлением и увеличивать частоту сокращений. Чем выше частота сокращений сердца, тем меньшее время на восстановление сердечной мышцы. Иными словами, ваше сердце будет снижать свою мощность постепенно. Но это ситуация прогнозируема. Повышение артериального давления проверяет на прочность сосуды. Те, кто знаком с банальной физикой, понимают о чем идет речь. Те, кто видели, чем заканчиваются проверки теплосетей в летнее время. Это шикарные фонтаны. Вот такой же фонтан может быть в ваших сосудах. Когда сердце обеспечивает циркуляцию крови в попытке устранить гипоксию, повышает чрезмерно артериальное давление. Проблемные сосуды у мужчин сегодня развиваются с возраста 25 лет, у женщин с 35-летнего возраста. Я об этом часто напоминаю, часто говорю. И эта проблема есть. Иными словами, если у вас есть вздутие живота, и вам более этого возраста, то риск у вас растет с каждым днем, с каждым годом. И этой ситуацией нужно заниматься. Вы часто не можете изменить место своего жительства. Можете, конечно, в какой-то мере поменять привычки. Но измененные сосуды, они очень плохо восстанавливаются. Проще избавиться от вздутия живота. И как это сделать правильно, вы узнаете прямо сейчас. Если вздутие живота, либо метеоризм появились у вас после курса антибиотиков, то вам уже не нужно гадать на кофейной гуще. Скорее всего антибиотик нарушил микробиоциноз в кишечнике и дисбактериоз кишечника у вас уже есть. В аптечной сети вы можете найти препараты, которые содержат чаще всего 1-2 штамма полезных микроорганизмов, с помощью которых можно дисбактериоз вылечить. Но далеко не всегда. Разнообразие микрофлоры в кишечнике значительно выше. Я бы советовал вам использовать немецкий пробиотик, содержащий 12 штаммов микроорганизмов. В этом случае проще помочь и той микрофлоре, которая пострадала больше всех, и поддержать другую сопрофитную микрофлору. Иными словами, конкурентные взаимоотношения в кишечнике с патогенной микрофлорой становятся более интересными в пользу сопрофитной микрофлоры. И дисбактериоз можно вылечить так же быстро и более надежно. Более того, компания продумала и среду обитания для сопрофитных микроорганизмов. И разработала сорбент. Клетчатку. Которая помогает пробиотическим микроорганизмам задержаться в кишечнике надольше. И дисбактериоз излечивается легче. Тем более, что клетчатка выполняет еще и роль сорбента. Собирая токсичные продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. И уменьшая их воздействие на ваш организм. Соответственно, продлевает вашу жизнь. Уменьшая степень интоксикации. Если же вздутие живота у вас постоянное явление, то, возможно, в вашем питании присутствуют хронические антибиотики. Если вы не знаете, как правильно выбирать продукты питания. Как их правильно готовить. Чтобы ваша микрофлора от этого не страдала. У вас дисбактериоз может развиваться по этой причине. К сожалению, современная технология промышленного производства продуктов питания предполагает появление антибиотиков как на этапе выращивания продуктов животного или растительного происхождения. Так и на этапе консервирования, хранения, переработки. И вот здесь микрофлора кишечника может страдать. Известна статистика в Великобритании. Когда несколько лет употребления курятины, выращенной на гормонах и на антибиотиках. Антибиотики важнее в данном случае. Приводит к тому, что в 20 раз уменьшается чувствительность патогенной микрофлоры в действии антибиотиков. Иными словами, цель вылечить инфекцию антибиотиками становится достаточно проблематично достижимой. По той причине, что микроорганизмы, микрофлора ваша уже антибиотиками проверена. И в этом случае также я бы советовал методом вытеснения, насыщая вашу пищеварительную систему полезной микрофлорой, вытеснять патогенную. В этом случае вы можете вылечить инфекцию и без применения антибиотиков. Если в кишечнике у вас присутствует вздутие живота, либо метеоризм. И такое лечение дисбактериоза, я бы сказал, это оптимально быстрое лечение дисбактериоза. И если это ваш выбор, контакты вы видите, вы можете ко мне обратиться. И мы попробуем решить вашу проблему максимально быстро, максимально эффективно и максимально доступными средствами. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А если вам нужно знать больше информации, как правильно использовать эти продукты применительно к вам, к вашей индивидуальной ситуации, к вашему индивидуальному уровню здоровья, пишите в почту, звоните по телефону. И я попробую максимальному количеству из вас, в зависимости от свободного времени, помочь. До новых встреч на моих каналах!